Новый Верховный суд впервые в истории независимой Украины выбран на прозрачном конкурсе. Определены 113 победителей, которые и вошли в состав суда. В рамках реформы он заменит все касационные судебные институты. Четверо судей Верховного суда, выпускники Национального университета Одесская юридическая академия, в рамках проекта «Спасибо, альма-матер. Честный суд. Корнями со студенчества» посетили родной вуз. Во время визита они встретились с журналистами и провели брифинг. Верховный суд представляет 4 касационных суда и Большую палату. У нас есть единый Верховный суд, я считаю, что это очень позитивно. Потому что, опять же, наш направление – это единство судовой практики и стальность. И формование самой единой юрисдикции, оно должно позитивно влиять на право застояния в целом. Судьи Верховного суда встретились и пообщались с президентом вуза Сергеем Киваловым, а также посетили фотовыставку-ретроспективу первого публичного конкурса в Верховный суд. Новоизбранные судьи благодарят альма-матер за качественное юридическое образование, позволившее им зайти на вершину судебной системы. У меня от моего учебного заклада только солнечные вспоминания. Тут близкий профессорский-викладательский склад, который заклал в меня основы и сделали из меня личность как юриста. Я за это безмежно благодарен. Наш вуз дал мне глубокие знания, умение обрабатывать материал, работать над собой. И, конечно же, я очень благодарен нашему учебному заведению за то, что именно базис, основы юридических знаний, умение работать были заложены именно здесь. Очень тепло руководство вуза нас приняло. На самом деле, господин Акивалов, я второй раз, пожалуй, ему руку в жизни. Первый раз, когда мне вручал диплом. И вот сегодня есть такая возможность еще раз вернуться к этому, поближе с ним пообщаться. Действительно, очень достойный человек. Спасибо ему за организацию действительно такого нужного мероприятия. Я звольнився с лав университета лише 8 листопада этого года. То есть я до последнего времени выкладывал, читал лекции и даже практические занятия проводил. Мне всегда приятно быть дома, быть в родных стенах, особенно сегодня, в такой день, когда я могу встретить своих коллег, своих вчителей, и сегодня своих студентов. Моя освіта и моя подальше науково-викладательская деятельность были повязаны с Одесской правовой школой, с Одесской школой права. Те, яка я людина на сегодняшний день, те, який я маю ценности, устремления, божания, прагнения, это все мне дала моя освіта и моя науково-викладательская работа. Татьяна Анцупова и Елена Белоконь поздравляют родной вуз с 20-летием и вспоминают, как в 1997 году из юридического института переходили во только что созданную Одесскую государственную юридическую академию. Я вступала туда, до юридического факультета, а в 1997 году, когда створилась юридическая академия, зробила свой выбор и перейшла учиться в юридическую академию. Матеріально-технічная база была набагато гірша, но я и другие студенты ишли за профессорами, в профессорский-викладательский склад, и, например, у уру цивилистики Юрій Семенович-Червоний, он тут выкладывал, поэтому много ишли за профессорским-викладательским складом. Для меня это было значимым. Честно говоря, условий не было вообще никаких, но мы были достаточно мотивированы и поверили, что действительно побудуем новый навчальный заклад, наследующие те традиции, освіти Одесской юридической школы, которые уже на тот час основали. Также судей Верховного суда провели встречу со студентами-преподавателями юрокадемии, юристами и общественными организациями Одессы. Отметим, что Одесская правовая школа занимает третье место в нашей стране по количеству прошедших конкурс судей Верховного суда. 8 из 11 представителей данной школы – выпускники и преподаватели Национального университета Одесская юридическая академия. Поприветствовал высоких гостей президент Одесской юрокадемии и ректор Национального университета имени Мечникова. Госпожа Данишевская стала первой в Украине женщиной-председателем Верховного суда страны. Я думаю, что это еще одно свидетельство того, что в Одессе в двух университетах готовятся кадры правовые высшей квалификации. И мы надеемся, что те знания, которые они получили в наших университетах, которые они несли в свое время студентам, уже будучи преподавателями или практическими работниками правовиками, послужат делу становления нового Верховного суда. Это очень хорошо и очень престижно и очень здорово, и мы искренне радуемся именно этому. Профессор Ансупова, я уже говорил, она заведующая кафедрой международного права и хороший преподаватель профессор. Жалко, конечно, что она ушла, да, и многие другие, но для судебной системы я думаю, что это находка. Я не знаю, какими они будут, честно говоря, судьями. Надеюсь, во всяком случае, что хорошими судьями Верховного суда. Но пора уже прекратить реформировать судебную систему. Вот за последние только 10 лет я знаю, что трижды реформировали судебную систему. Сергей Кивалов уверен, что процесс реформирования судебной системы находится еще только в начале пути. Чтобы судебная система полноценно работала, следует ввести право для граждан избирать в целом судейский корпус и механизм отзыва судей, которые не оправдали доверие граждан. Я думаю, что следующий этап реформирования судебной системы, он будет связан с тем, что нужно вернуть право граждан Украины избирать судей. Такого у нас еще не было за годы независимости нашей страны. Но я вижу, что если это провалится, я искренне хочу, чтобы все было хорошо. Я очень хочу, чтобы судебная система заработала. И я знаю, что граждане сегодня ждут, что можно было обратиться в судебную систему и на протяжении короткого времени получить соответствующий результат. Более того, если обратиться к опыту Соединенных Штатов Америки, то в половине штатов судей избирает народ. Также Сергей Кивалов неоднократно выступал с инициативой вести в нашей стране Институт мировых судей. Граждане имеют право избрать себе судью в сельском районе, который будет рассматривать незначительные правонарушения, которые совершаются в том или ином регионе. Отметим, что сейчас профильные кафедры Одесской юрокадемии работают над внесением правок в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Наталья Апара, Константин Гречаны, Юлия Польнова, Анастасия Кричко, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Спасибо. Спасибо.